В российской армии завершился первый этап испытания многоцелевого истребителя пятого поколения. Позади годы исследований и сотни полетов. До сих пор многие характеристики Т-50 остаются тайной. Как говорят конструкторы, не секрет лишь то, что наш самолет по основным параметрам лучше зарубежных аналогов. Более того, он превзошел даже ожидания самих разработчиков. О том, что может в небе новейшая российская боевая машина, показали только нашей съемочной группе. Репортаж Клима Санаткина. Первое впечатление – самолеты так летать не могут. Но когда за штурвалом сверхнового истребителя Т-50 опытные пилоты выполняют фигуры высшего пилотажа, становится понятно – могут. Еще как. Современные боевые машины уже никогда не будут прежними. Теперь это и истребитель, и штурмовик, и бомбардировщик, который может выполнять любую задачу. В небе самолет пятого поколения. Это значит, он невидимка, то есть незаметен для радаров противника. Значит, самый быстрый, максимальная скорость больше 2500 км в час. Значит, с искусственным интеллектом. Сам думает и совершает операции, о которых раньше нужно было заботиться пилоту. Летчик взлетел, он бросил ручку, даже не включая автоматический режим. Самолет все равно не пойдет вниз никуда. Плавно перейдет в режим горизонтального полета. Самолет, во-первых, подскажет обо всем абсолютно. И, во-вторых, он не потеряет управляемость абсолютно. Вот самолет начнет хвостом вниз падать, летчик предупредит об этом. И если что-то случится с пилотом, во время задания истребитель может самостоятельно вернуться на базу и даже совершить посадку. В этом самолете вообще летчикам многое предоставляют на блюдечке. Например, система автоматического распознавания цели. Обшивка истребителя словно отдельный живой организм. Она может реагировать на все, что происходит вокруг, благодаря специальным приемопередающим элементам. Они буквально вшиты в тело истребителя. Ее еще называют умной обшивкой. До появления Т-50 самым совершенным самолетом пятого поколения считался американский F-22 Raptor. Российский истребитель сегодня обходит его сразу по нескольким параметрам. Его максимальная скорость почти до 500 км в час больше. Сам он легче, а летит он дальше. Но главное, конечно, скрыто внутри. За несколько лет секретных испытаний ПАК-ФА, перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, так еще называют эту боевую машину, совершил более 500 вылетов. Конструкторы подводят итоги первого этапа испытаний и с уверенностью говорят, полет нормальный. Мы рассчитывали, конечно, получить определенный уровень. И я считаю, что с этой задачей на первом этапе мы справились. Поскольку по ряду характеристик, особенно летно-технических, мы получили лучшие результаты, чем рассчитывали получить изначально. Например? Например, мы получили хорошие характеристики по сверхзвуковой и крейсерской скорости полета, по сверхманевренности. Все это во многом благодаря конструкции. Маленькое хвостовое оперение, отсутствие углов между поверхностями, а оружие разместят во внутренних отсеках. Так сопротивление воздуха во время маневров меньше, а обнаружить самолет за счет специального покрытия сложнее. Мы приобрели возможность отвечать на любые угрозы, которые могут происходить от наших потенциальных противников. И сегодня в мире создаются комплексы пятого поколения в Соединенных Штатах Америки. Наш комплекс ни в чем не будет уступать, а в основном будет превосходить зарубежные аналоги. И, собственно, это дает нам уверенность в завтрашнем дне. Стало больше именно экранов и уменьшения стрелочных датчиков и всего прочего, что загромождало пилоту поле работы. Кабина один в один, как у Т-50. В этом центре пилоты проходят дополнительную подготовку перед тем, как сесть за штурвал нового истребителя. Даже система катапульты и кресел – целая наука. Вес пилота, скорость полета – все это учитывает компьютер и позволяет безопаснее эвакуировать летчика. Испытания прошли уже четыре красавца Т-50. К концу года испытают еще один. К 2015-му их планируют поставить в серийное производство. Клим Санаткин, Алексей Белов, Николай Сосов, Михаил Симаков. Первый канал.